кори это острое инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности возбудителем которого является вирус кори который может сохраняться в воздухе до двух часов после того как больной покинет помещение а при контакте с пациентом заболевают 9 из 10 людей без иммунитета кори по данным всемирной организации здравоохранения в 2018 году в мире от кори погибло около 140 тысяч человек большинство из них дети в возрасте до 5 лет именно они находятся в группе риска вспышки кори происходят по всей стране дошла болезнь и до татарстана кори это на сто процентов вакцина контролируемая инфекция если население не будет вакцинировано от кори то соответственно мы будем иметь дело со вспышками кори если население будет вакцинировано вспышки кори не будут случаться или будут достаточно редки но поскольку кори это очень заразное заболевание то исходя из этого необходимо вакцинировать достаточно большую часть населения вообще для того чтобы вспышки кори не случалось должно быть вакцинировано то есть иметь адекватный гуморальный иммунитет от кори больше 95 процентов населения если быть меньше 95 процентов то появляется вероятность возникновения вспышек кори кори очень заразна в этом и состоит ее опасность больной корью заразен около восьми дней вирус начинает выделяться в окружающую среду за четыре дня до появления сыпи и заканчивает через четыре дня от появления первых элементов сыпи само заболевание имеет определенную этапность и занимает две-три недели в первые 10 дней от контакта с зараженным человеком нет никаких симптомов затем сыпь она состоит из маленьких красных пятен некоторые из которых слегка приподняты над уровнем кожи сначала они появляются на лице особенно много ее за ушами и вдоль линии роста волос в течение следующих нескольких дней сыпь распространяется вниз на руки туловища а затем на бедра голени и стопы одновременно с этим резко возрастает лихорадка достигая 41 градуса сыпь длится до шести дней и постепенно исчезает начиная с лица затем с рук туловища и в последнюю очередь с бедер ну самое разнообразное вообще до того как начали применять вакцины корь была такой типичной детской болезнью и характеризовалась даже у детей достаточно тяжелым течением и разнообразными последствиями но у взрослых если они заболеют кори у кори обычно проходит еще тяжелее именно поэтому ее и вакцины профилактируют какого-либо специального лечения направленного против вируса кори не существует назначение медикаментозной терапии зависит от степени тяжести заболевания при легких формах достаточно обогащенного витаминного питания и большого количества жидкости для питья народная медицина при кори также бесполезно отсутствие адекватного лечения грозит развитием опасных осложнений среди которых воспаление оболочек и вещества головного мозга слепота пневмония и миокардит если врачи выявляют если кори человека то он садится в карантин и желательно карантинировать всех лиц которые с ним контактировали особенно если эти лица не вакцинированы от кори вот если это происходит то собирается список людей с которыми контактировал заболевших выясняется их иммунный статус были они вакцинированы или нет или болели в детстве и принимаются определенные меры потому что такие вспышки нужно давить зародышей безусловно главный метод специфической профилактики и защиты населения от кори вакцина профилактика противокоревая вакцина используется на протяжении более 50 лет она безопасна и эффективна а значит сможет уберечь человека от нежелательной болезни и возможных тяжелых последствий елизавета газизянова универ ньюс и